В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. На внеочередном заседании Совета депутатов Ленинского городского округа утвердили 10 членов общественной палаты. Первая десятка, которая была утверждена в состав нашей общественной палаты, вот это все исключительно достойные люди. Представители различных диаспор Ленинского городского округа совместно с Советом ветеранов муниципалитета почтили память павших воинов в годы Великой Отечественной войны. Самое главное – единство, чтобы люди были едины. В проекте «Стихи живут повсюду» приняли участие учителя Видновской школы номер 4. Внимание! Входит учитель, мечтатель, а также мыслитель. Всем ушки держать на макушке. Пожалуйста, будьте бодры! Состоялось внеочередное 15-е заседание Совета депутатов Ленинского городского округа, проходившее в режиме видеоконференции. Первым вопросом повестки дня стало утверждение 10 членов общественной палаты. Советом депутатов сформирована вторая треть от численности нового состава в соответствии с положениями об общественных палатах городских округов Московской области. Первая десятка, которая была утверждена в состав нашей общественной палаты, это все исключительно достойные люди. И я думаю, что тот состав общественной палаты, как важнейшего органа общественного контроля для муниципальной власти, мы получим хороший, рабочий и дееспособный. Совет депутатов утвердил так называемую десятку членов общественной палаты. Эта общественная палата у нас в скором времени начнет работать. Губернатор до нас, соответственно, утвердил тоже 10 членов общественной палаты Ленинского городского округа. Остается только слово за палатой Московской области, которая закончит формирование нового состава. 1 сентября нынешнего года в Совет депутатов поступило личное заявление Натальи Комалихиной о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Она была избрана депутатом по 14-му избирательному округу, в который входят поселки Горки-Ленинский и Петровская. Признав прекращенными полномочия Натальи Комалихиной, Советом депутатов было принято решение назначить дополнительные выборы по одномандатному избирательному округу номер 14. 14-й округ – это будут задействованы две участковые избирательные комиссии. Одна находится у нас в Петровском, другая располагается в музее Горки-Ленинский. Соответственно, мы, как всегда, готовы к работе. Следите за информацией, средствами массовой информации в официальных источниках. Так что территориальная комиссия в ближайшее время приступит к своей работе. Выборы нового депутата по 14-му округу назначены на 20 декабря 2020 года. Этот год особенный для нашей страны. Многонациональный народ России отмечает 75-летие победы в Великой Отечественной войне. В рамках празднования этой большой даты представители разных диаспор Ленинского городского округа совместно с Советом ветеранов униципалитета возложили цветы к памятнику журавли на Аллее Славы города Видное. Подробнее в репортаже Юлии Пагасьян. Одно из главных богатств России – люди. Десятки народов населяют нашу большую страну. И все вместе, сплотившись, они смогли противостоять фашистскому противнику в годы Великой Отечественной войны. Память об этих отважных героях живет и по сей день. Это подтвердили участники интернационального митинга возложения на Аллее Славы города Видное. Национальная культурная автономия азбадянцев в Московской области вышла с инициативой, давно уже и письма есть, чтобы провести в течение двух-трех дней в разных городах Подмосковья акцию, посвященную 75-й годовщине. Основная идея – патриотическое воспитание. И вторая идея – доказать и показать всем, что во время Великой Отечественной войны участвовали люди разных национальностей, никто ничего не делил, была полная дружба, не было бы этого, не победили бы. Самое главное – единство, чтобы люди были едины, потому что исход человека – он единый. Поэтому, если люди будут едины, все нации будут чувствовать себя уверенно в обществе, то это самое главное для мира. Герои войны подарили последующим поколениям мир, который мы сегодня стараемся сохранить. Никакие внешние политические вмешательства не должны сломить единство российского народа. Об этом на митинге много говорили представители разных диаспор, населяющих Ленинский городской округ. Вместе они возложили цветы к памятнику жителям муниципалитета, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Такие мероприятия, особенно связанные с нашей Великой Победой, связанные с каким-то восстановлением, наверное, все-таки время от времени в суете забываем, поэтому я выбрал это слово. Восстановлением памяти о том, что сделали наши деды, прадеды, отцы для кого-то. Это необходимо, это необходимо проводить. Ленинский район самый лучший и самый дружный. И в нашем районе каждый день будет процветать, быть лучше и будем друг друга любить. В память о многонациональной победе в Великой Отечественной войне по инициативе Совета ветеранов округа в скором времени на Аллее Славы появится новая стена памяти, где будут указаны имена всех погибших в те годы. Таких у нас 8080 человек. И дополнительно к ним 280 человек погибшие, которые призывались в поселок Володарского. В то время он не входил в Ленинский район, и они призывались Раменским РВК. Но было принято решение, единогласное на Совете ветеранов, включить их тоже в этот список. Проект стены памяти уже утвержден. Его реализация начнется буквально на следующей неделе. Юлия Погосян, Сергей Ларин. Видно этого. В сентябре в Видном прошел Кубок России по мотоболу, где наши команды мотоболистов сразились с сильнейшими соперниками. Затем в Коврове прошло первенство России среди юношей, где молодежная команда «Металлург» заняла первое место. В нашей студии капитан молодежной команды Яков Коржанов и нападающий Тимофей Гусарев. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Вы участвовали в Кубке России наравне со взрослыми командами. Как вам такой, собственно, опыт? Это нам очень повезло, потому что мы выступили отдельной командой младшей своей на Кубке России и приобрели очень хороший опыт, потому что поиграли с крупными мастерами в мотоболе. Но, к сожалению, заняли последнее место. Ну, зато в первенстве России среди юношей вы заняли первое место, насколько я знаю. Легко ли вообще далась победа? Расскажите вообще о своих эмоциях, о впечатлениях. Как это было? Ну, было семь команд. Было не так легко, потому что все команды тоже тренировались и готовились к этому чемпионату. Но мы тоже время не теряли и тренировались со старшими каждый день по две тренировки. Финал нам удался легко, и мы выиграли Староминскую «Зарю» и заняли первое место. С каким счетом в итоге выиграли в первенстве России? Восемь-два тренерский состав давал Казани. Очень хорошо говорил, кому он играть, на какой позиции. И отыграли на предпочтениях тренерского состава Александра Алексеевича. То есть, в общем, ваша победа – это во многом заслуга и тренерского состава? Заслуга тренера, да. Больше всего. В заключении нашей беседы давайте поделитесь с нашими телезрителями вашими планами. К чему сейчас готовитесь? Что вообще предстоит? Предстоит у нас в этом году должна была быть чемпионат Европы, но из-за COVID-19 его переносят на следующий год. И будем теперь тренироваться на следующий год, чтобы на Европе хорошо выступить. Спасибо вам большое за интересную беседу. А у нас также есть комментарии главного тренера юношеской команды «Металлург» Александра Сосницкого. Ему слово. Насколько доволен своими ребятами в этот раз? Ой, доволен. Очень, очень доволен. Если разбирать по полкам, вот ребята участвовали в Кубке России среди монстров, можно так сказать, старших ребят. Ну да, выступили для своего возраста, они выступили очень достойно. Ну, хоть и заняли там последнее место, но ребята приобрели опыт, очень большой опыт, поигравшие с такими мастерами мотобола, как Крештопа Сосницкий, там Крошка Сергей Облаб. То есть, какой-то опыт ребята приобрели, увидели. И не каждый раз, ну, они могли бы сыграть против таких мастеров. Поучаствовали в чемпионате России среди юношей, который проходил в городе Коврове. Ребята молодцы. Заняли первое место. Каждый из них, то есть, отдавался полностью игре. То есть, не было такого, чтобы кто-то где-то филонил. То есть, ребята хотели доказать, что они сильнее. Радует то, что в этом чемпионате принимало 7 команд детских со всех регионов. Там Ставропольска, Краснодарского края. Это показывает, что мотобол как-то развивается. То есть, дети стараются заниматься спортом. Чувствовалась поддержка города, района? Да, поддержка. Хотелось бы, конечно, поблагодарить администрацию Ленинского городского округа за огромнейшую поддержку к нашему виду спорта. И также болельщиков, которые нас поддерживали. Всем спасибо. Приходите, болейте за нас. Очередное заседание Координационного совета общественных объединений Ленинского городского округа прошло в здании администрации. Совет существует с 2007 года. И за это время было сделано немало. Наши наработки по организации социального волонтерства при проведении ежегодной недели доброты и щедрости пригодились, очень пригодились, особенно в этом году. Это, давайте вспомним, пандемию, когда вы все вместе просто взялись, друг с другом созвонились и начали, кто врачей возит, кто социальные пакеты возит, кто-то помощь губернатору. Присутствовавшая на заседании заместитель главы муниципалитета Татьяна Квасникова поблагодарила членов совета за плодотворную работу и помощь жителям. У вас у каждого в душе есть место сделать это добро, потому что вдруг вы где-то это можете сделать, потому что просто можете. Вот я вам искренне благодарна. На заседании члены Координационного совета выбрали новый состав правления. Председателем единогласно был избран Феликс Жамалиев, его заместителем Елена Ястревова. Также утвердили новое положение совета и обсудили ряд текущих вопросов. Всего же на данный момент в Координационном совете общественных объединений округа состоит 31 человек. Среди них представители трех политических партий, четырех профсоюзов, ТОС, отделение Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и общественный приемный. Проект «Стихи живут повсюду» продолжает покорять трудовые коллективы муниципалитета. На этот раз к поэзии приобщились учителя Винновской школы номер 4, а также наша съемочная группа. Смотрим сюжет. Совсем скоро учителя отметят свой профессиональный праздник. В преддверии этого события в совместном проекте «Историко-культурного центра» и телеканала «Видное ТВ» «Стихи живут повсюду» приняли участие преподаватели Винновской школы номер 4. Они прочитали стихотворение 1 сентября известной поэтессой и переводчицей «Юный морец». Проснитесь-ка, будьте добры, вскочите, как ранние птички. Давайте пригладим вихры и в ленты нарядим косички. С цветами толпа детворы поутренней пчится прохладе. Пожалуйста, будьте бодры, в портфель собирая тетради. В начале осенней поры, пожалуйста, будьте добры, не спать на ходу, как тетеря, а школьные вычистить перья. Ведь вы набарахтались в речке, пожарились в солнечной печке. Пожалуйста, будьте добры, в начале осенней поры. В начале осенней поры берите цветные шары и в школу влетайте, пишите, читайте. Пожалуйста, будьте добры. Точить на уроках балясы, капризничать, строить гримасы, валять дурака, отвечать с потолка. Не вздумайте, будьте добры. Заправьте чернилами ручки. Пожалуйста, будьте добры. Внимание! Входит учитель, мечтатель, а также мыслитель. Всем ушки держать на макушке. Пожалуйста, будьте бодры. Педагоги признались, посыл стихотворения очень верный и правильный, ведь современным школьникам часто не хватает усидчивости и внимания, а порой и доброты. Обратилась бы к детям с такими же словами, призывая их к бодрости, доброте перед началом учебного года. Поэзия обязательно детям начальных классов и старшего звена необходима, потому что из стихов, также из различных произведений они получают необходимую информацию. Для учителей четвертой школы участие в проекте «Стихи живут повсюду» – это новый интересный опыт, а также отличная возможность приобщить подрастающее поколение к хорошей поэзии. Стихотворения интересные, да, мы знаем, что у юной Морицы такие оригинальные интересные стихотворения, и, конечно, было увлекательно учить это стихотворение и рассказать про 1 сентября. За время существования проекта «Стихи живут повсюду» в нем приняли участие более 60 человек, учащиеся школ, сотрудники различных предприятий муниципалитета. Этот сюжет уже 17-й по счету, и останавливаться на этом создатели проекта не намерены. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВиднетВ. В парк отеля «Орловский» прошел фестиваль «Октоберфест» по-русски. На родине, в Германии, он проводится в течение нескольких дней. Начинается в сентябре и заканчивается в октябре. По этому месяцу и получил название. У нас обычно укладываются в один день. Не стал исключением и нынешний праздник. Многие ошибочно считают, что «Октоберфест», в том числе и тот, который проводится в немецком Мюнхене, это фестиваль пива. На самом деле, пенный напиток – только одна из его составляющих. А история «Октоберфеста» вообще началась со скачек. Теперь это большой праздник, где можно попробовать разную кухню, участвовать в мастер-классах, посмотреть различные шоу. Те, кому посчастливилось побывать в Германии, отмечают, что «Октоберфест» по-русски ничуть не хуже. «Октоберфест» в России ничем не хуже, чем в Мюнхене. Главное – позитивный настрой, приятная атмосфера и, конечно же, отличное пиво». Конечно, у пива здесь особый статус. На фестивале у ценителей была возможность попробовать пенный напиток множества сортов, представленных от шести различных небольших частных пивоварен. С наступлением вечера гостей фестиваля ждала развлекательная программа, в которой выступили звезды российской эстрады. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok